Мы рады вас приветствовать на христианском телеканале «Импакт». Мы говорим о творчестве, о жизни в эфире программы «Влияние». И я рад сегодня то, что я могу взять интервью у президента христианского телеканала Юрия Михайловича. Приветствую вас. Приветствую, Гена. Друзья, краткая визитка. Юрий Михайлович Чернецкий, пастор церкви. Эмигрировал в Соединенные Штаты 34 года назад. Жена, супругу зовут Инна. Проживает в городе Сиэтл. С июня 2005 года основатель и президент христианского телеканала «Импакт». Юрий Михайлович, я, признаюсь, задавал себе такой вопрос, почему ваша семья такие активны? Юрий, Александр, Павел, а когда-то и Виктор. Вы очень активны в христианском служении. И когда вышла серия программ «Герои веры», вот тогда я услышал свидетельство ваших родителей. И тогда я уже понял, что вы в третьем поколении христиане. Ваш дедушка Леонтий Степанович за христианские убеждения был осужден, а впоследствии расстрелян в тюрьмах. Далее проходит время, ваш отец, перед тем, когда предлагали взять оружие, принять присягу, он отстаивал христианские истины и за это также получил первый срок. Пять лет тюрьмы, пять лет высылки, пять лет ограничения прав. Проходит время, второй срок. Ваша мама, она уже заканчивала медицинский институт и после, по-моему, третьего года, после четвертого года приняла крещение и не получила диплом. Несмотря на то, что какую цену ваши родители платили, вы, Александр, Юрий, пришло время идти в армию. И вы также, как и ваши родители, зная, какую цену они заплатили за свою верность, остаетесь верными Богу, оружие вы не будете брать, присягу не принимаете. Когда с вами беседуют, вы же имеете христианские ценности. И, я не знаю, это наказание или вот такое, а вас посылают на стройку Бакаламутской магистрали. Мой родной дядя служил на БАМе, и он сказал, что худшего места на земле просто не существует. Разрешите задать первый вопрос, что это за служба в армии? Вспомните тот момент, как вы остались живы, пройдя эту службу? Спасибо. Это будет, вероятно, такая моя жизненная эпопея, автобиографическая. Но мы в час постараемся вложиться, хотя объем наших жизней с тобой намного шире одного часа. Но, тем не менее, вот ты задал вопрос относительно, почему я пошел по стезям моих родителей и прародителей. Даже не побоялись, я вам хочу сказать. Вы знали, какую цену они заплатили, и вы все равно остаетесь верными Богу. Это могло испугать многих. По большому счету, Кена, у меня не было выбора. Почему? Потому что, если ты родился в христианской семье, в евангельской христианской семье, не просто в христианской, в Америке сейчас христиане все огульно. Но я последние годы и в своих проповедях, и в беседах я акцент делаю, что мы евангельские христиане. Христиан очень много. Ярлик можно любой повесить, но мы знаем, к сожалению, и к великому прискорбию, что является собой американское христианство. Но когда ты добавляешь в Америке, общаясь с американцами, что ты евангельский, evangelical Christian, это меняет совершенно атмосферу. Они смотрят на тебя по-другому. Хорошо. Поэтому, ввиду того, что мы евангельские христиане, мы придерживаемся и буквы, и духа Писания. Не только духа Писания, но также буквы Писания. Все Писание богодухновенно и полезно. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, когда я был призван на армейскую службу, это был далекий, 81-й год. Ты родился на то время? Ну да, я уже родился. Уже родился, да. И с Западной Украины я призывался. Я уже, как только я получил повестку, я категорически знал, что присяги принимать не буду, оружие брать не буду. Чего бы мне этого не стоило. И я помню, как сейчас, это же прошло с 81-го года, молодежь провожала меня, молодежь в церкви провожала. Знаешь, как к военкомату провожали? Прямо к военкомату? К военкомату, много молодежи, потом старшие служители. Я не знал, что приехали. Все торжественно шли по улице. По улицам шли, кто-то на гитаре пел, там пели песни, беседовали друг с другом. И эта торжественная церемония, она, то есть это был как, у нас это, ну, это было нечто в городе. Вот. И конкретно нас перевезли с военкомата в областной центр Западной Украины, это город Луцк есть такой город. И первый вопрос, который мне задали в этом, уже в областном военкомате, это присягу принимать будешь? Я говорю, не буду. А там сидело человек пять-шесть, наверное, их за столом, полковники, майоры. А самый старший обращается к тому, который задал мне вопрос и говорит, а что его спрашивать? Посмотрите, кем его отец был. И поднимает папку. Они все знают. И там, я, стол недалеко был, расстояние, так сказать, несколько метров, вижу красная черта через всю папку, так красная линия такая жирная. Это значит, что... Написано «Баптист»? Нет, нет, я там не помню, что такая жирная красная линия. Я потом уразумел, что это, значит, неблагонадежный. Говорит, смотрите, отец его несколько раз сидел. Что с ним говорить? Второй сидит и говорит, мы его в Афганистан отправим. А на то время это же был Афганистан. Молодежь не знает, что такое Афганистан. Они думают, когда мы говорим «Афганистан», есть такая страна. А это война в Афганистане? Да, это, да, это проблемное было, проблемный период. И когда отправляли молодежь в Афганистан, понимали, что назад могут не возвратиться. Или покалечат. Или покалечат, потому что 15 тысяч наших ребят... Официально. Он говорит, а в Афганистан отправим. А самый старший этот полковник обращается к нему. Какой Афганистан? Он нашим ребятам в спину будет стрелять. Отказался от оружия, а будет стрелять. Да, стрелять, да. И отправили меня на БАМ. Это было 7 суток на Москву отправили, затем 7 или 8 суток мы ехали туда с железнодорожным составом. По приезде на БАМ конкретно, мне снова задали вопрос. Присягу принимать будете? Я говорю, не буду. Оружие брать будете? Не буду. То есть, ну, таким образом... Юрий Михайлович, ну а что это за БАМ? Насколько это страшное место? Ну как? Во-первых, БАМ строился зэками. И в конце 80-х зэков начали выводить лагеря с БАМовской территории, там где строили. И начали заводить туда строительные войска. Почему? Потому что Америка восстала, Запад восстал, что вы используете труд заключенных, очень тяжелый труд. Тяжелый труд. Это же надо было рыть тайгу, это лесоповалы, это надо было прокладывать рельсы, это надо было копать вручную. То есть, тяжелый адский труд. Какая погода там вообще была? Летом плюс 50, зимой минус 50. Как можно выжить в минус 50? Вот так жили, так жили. Обмораживание это было сплошь и рядом. Ну и, конечно же, мой дядя говорил, очень ужасное отношение к солдатам. То есть, там, скорее всего, относились... Во-первых, дедовщина. Дедовщина. Ужасная дедовщина. Ужасная дедовщина. Это было узаконено, все понимали. Такие тюремные законы, они передались и на солдат. О, да. Вот это верно ты подметил. Юрий Михайлович, из свидетельств вашей мамы мы узнали, что вам было пророчество. Она говорит, пророчество было Юрию, и поставлю его на место, с которым он будет говорить множество. То есть, уже после армии вы конкретно знали, что вас ожидает духовное служение, пройдя вот это все испытания, оставшись верным Господу. И вас ожидает учеба прямо в Москве. Расскажите об этом этапе вашей жизни. Как вы приняли это решение, или как вы согласились с этим, и как вы попали в Москву? Благо, что круг моего общения, он включал в себя хороших друзей. С некоторыми из них я общаюсь по сегодняшний день. Одного из них мы будем хоронить сегодня вечером. Это Саша Колынюк. Так вот. Сколько вы его знаете? Я его знаю, считай, с конца 70-х. Конца 70-х. Я думаю, я его знаю с 75-го года. Как стар я. 48 лет. И поэтому вторым фактором этого является то, что мои друзья были на 10 лет старше меня. То есть так по жизни. По сегодняшний день мои друзья – это старший возраст. Хотя общаюсь с молодежью. Но 10-20 лет для моих друзей это нормально. По сегодняшний день. Хорошо. По сегодняшний день. Я общаюсь с моими родителями, которым, в кавычках, родителями, которым по 80 лет, по 75 лет. То есть это не с тем, что я пренебрегаю или игнорирую молодого поколения. И поэтому мои друзья, они были более зрелые. Это Григорий Краснодемский. Для нас, ты знаком с Григорием? Для нас это был, так сказать, ну, лидер молодежный. Очень умный, правда. Да, мы смотрели на него так вот, с уважением большим. И ряд других. Мой дядя Коля Кулинич, который на то время уже был пастором церкви в Познане. В Познане. В Польше? В Польше, да. Он уехал в Польшу уже лет 65 лет назад. Хорошо. По-моему, при хрущевском режиме или при брежневском режиме. И поэтому для меня они были пример и эталон. И вы уже, видя их жизнь, их служение, тоже хотели участвовать? Совершенно верно. И внутри меня появилось жгучее желание изучать Слово Божие. Это было... Хорошее влияние. Хорошее влияние, да. Хорошее влияние. И один из моих друзей на то время, он попал в Москву, на регионский факультет. На то время это была семинария, как мы говорим, единственная на весь Советский Союз. Правительство Советского Союза выделило квоту. Сколько? 30 человек на 320 миллионов жителей Советского Союза. 30 человек в год. Как вы могли попасть в эту квоту? Это было только благодать. Это какое-то чудо сверхъестественное. Это сверхъестественное чудо. Господь видел вашу верность, преданность, поэтому и даже определил вам это место. Я конкретно, я ехал в Киев, потом вторым движущим механизмом в этом процессе моем попасть в Москву был Сергей Васильевич Ряховский. Он также содействовал мне в этом. И я помню, как сейчас. Я приехал в Москву, я попал к Духонченко, Яков Кузьмич такой был, он возглавлял Баптистский Союз Украины. Я попал к нему. Это был далекий 1985 год. Я упускаю очень много моментов. Юрий Михайлович, в то время выбирали способности. Не так, что как сейчас, кто может учиться, а раньше-то выбирали. То есть, получается, что они смотрели перспективного служителя в будущее. 30 человек, надо выбрать еще? Дело в том, что, Геннадий, со стороны моей церкви, где я был, со стороны старших служителей, не было совершенно никаких, так сказать, инициатив. Это была лично моя инициатива и этих друзей, о которых я тебе говорю. Да, да, слушай. Несколько друзей. Старшие служители отнеслись к этому очень настороженно. Потому что я шел на пастырский факультет. Три года учиться. Три года учиться, и один из старших служителей, как-то мне в частной беседе, говорит, Юра, ну ты понимаешь, что нам пастырей не надо? Это вот так точно. Нам пастырей в церкви не надо. А ему на то время было, ну, наверное, 75 или 80. То есть, места уже все заняты, куда ты идешь учиться? Я посмотрел на него, я улыбнулся. Они уже отошли в вечность все, поэтому пусть Господь их, так сказать, к нам имеет свою благодать. И таким образом, вот, наверное, вот эти моменты, они послужили для меня таким толчком, который вылился потом уже конкретно в фулл-тайм-министрии. Слава Господу. То есть, видя ваше окружение, вы находились в очень хорошем окружении, очень хорошее влияние, и вы видели то, что вы приняли, скорее всего, то, что родители вас влаживали, что вы будете в служении, Господь вас поставит и будет через вас делать свою работу. После учебы три года в Москве вы принимаете решение об эмиграции. 88-й год, правда? 88-й год. Как вообще в то время можно было выехать? Это же очень сложно. Я был на сессии, последняя сессия, перед сдачей экзаменов в Москве. Я останавливался в Москве, я всегда жил у него, когда был на сессиях, на экзаменах. Я останавливался у Сергея Васильевича Риховского в квартире. Он великодушно предоставлял, эта семья предоставлял... Он был епископом, извините? Хотя у меня была возможность в общежитии жить и прочее, но я проживал у него... Как он знал, с кем он дел и веет. Хорошо. И последний, перед моим отъездом уже к себе домой, мы сидели с ним целую ночь. О чем вы говорили? В кухне, как сейчас, помню. Его жена Нина поставила самовар, ушла отдыхать. Мы сели в 10 часов вечера, и мы встали в 7 часов утра. Закончили, да? Закончили беседу. И тогда же я получил от него откровение, что я должен ехать в Америку. Интересно. Да, от него. И я возвратился уже к себе в Нововолынске, и прямо с порога я говорю маме, мам, я уезжаю в Америку. У мамы большие глаза, у отца большие глаза, какая Америка. Для того, чтобы ты понимал, на то время буквально две семьи, по-моему, западной Украины всего уехала, собиралась ехать в Америку, собиралась. То есть разговоры об Америке там, Прибалтика это другое, там уже пошло движение. Западная Украина, тем более Украина это вообще, а западная у нас она более... И там разговора не шло об этом. Мы в кулуарах между собой, друзья вот мои, мы собирались, делали свое шу-шу-шу, я это называю, шептались. Но на уровне церкви или служителей этот вопрос не стоял, потому что пришла свобода для проповеди Евангелия. Кто же знал на то время, что потом масса народа двинет. И вначале как раз они не очень-то и одобряли, поэтому... Сто процентов, сто процентов. Юрий Михайлович, спасибо. Очень интересно, что из Ореховского мы услышали, что он сыграл важную роль также, как воспринимал, как вас поощрял и учиться, и потом даже с эмиграцией. Я слышал, что когда вы приехали в Сиэтл уже как эмигрант, ваши спонсоры, они спросили, где вы хотите учиться, какую карьеру вы хотите, и так дальше. И вы сказали, что вы хотите продолжать учиться на пастора церкви. Конечно, это было такое удивление, как вы будете в служении. Что это было за время? Так это было? Да, это вот где-то так, приблизительно. Так сказать, ты передал эту информацию. Как это было? Я приехал молодым человеком. В 89-й год, да? В 89-й год. Холостой был на то время. Жену встретил я уже в Сиэтле в церкви. И что интересно, что забрали меня спонсоры прямо с аэропорта. Это были американцы, да? В Сиэтле, американцы. Как меня встречали, потому что по-английски я даже ховмач и ховарью не знал. Почему-то я знал одно слово английского языка, это table. Table. Table, да. Поле учили. Да. Вот. И они по-русски написали моё имя и фамилию в аэропорту с плакатом стояли. Я понял, это моё имя. Я подошёл, что-то они мне говорили, жестикулировали, я ничего не понимал. Посадили в машину и увезли меня в Венечи. Это где-то почти 3,5-4 часа от Сиэтла. Вглубь. Вглубь. Штата. Вглубь штата, да. Из Вашингтона. И первые несколько недель были тяжелейшие в моей жизни. Почему? Господь проводил меня такими долинами, что я английский не понимал, а не русский не понимал. А словарик был вообще? Ну, слова потом мне уже где-то купили, нашли словарик. Это было что-то тяжёлое. Я представляю. Совершенно верно. Они меня не понимают, я их не понимаю. Меня брали за руку и водили к столу, потому что я не знал, что они что-то говорят. А потом поняли и меня за руку к столу посадили. И затем нашли переводчика. Через несколько недель позвонил телефон, этот переводчик. Я бросился к трубке телефона. Для меня это было что-то такое, как будто родная мама мне позвонила. Я услышал свою речь, русскую речь. И закрутилось, завертелось. Через него я передал спонсорам, что я хочу делать. Когда они узнали, что я последние годы инженером был в объединении у нас на Западной Украине, мне позволили, кстати. Мне позволили. КГБисты позволили. Вы учиться на инженера? Нет, не лучше. Я инженерил. Вы работали. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что у меня образование техническое. И из-за этого... А если так уж сделать экскурс еще глубже, по окончанию учебного заведения во Львове, где я, по-моему, пять лет учился, меня бросили на Западную Украину молодым специалистом. Железнодорожный узел такой у нас был. Железнодорожный узел. Я по образованию железнодорожный. Вы еще успели образование там получить? Конечно, во Львове. И во Львове. Да, очное, кстати. И, по-моему, я об этом делился даже где-то в эфире не так давно. Но американцы думали, что вы все-таки техническое образование выберете. Совершенно верно. Понял. Да, совершенно верно. И они говорят, узнавши, они говорят, мы определим тебя в Сиатле на Боинг. На то время я не знал, что Боинг в Сиатле находится. Мы, по большому счету, и Боинг-то не знали, что это такое. Говорят, и они начали перечислять все преимущества работы на Боинг. Это хорошая зарплата, это пенсионные всякие, это начисление. Медицина. То есть ты будешь полностью обеспечен. Мой ответ их обескуражил. Меня это совершенно не интересует. Я не приехал за этим в Америку. Они говорят, ну ты же понимаешь, что пастыря, миссионеры, евангелисты в Америке, они бедные люди. В основном это люди, которые на минимальных зарплатах. За исключением тех, которые проповедуют про сперити-гаспел. Процветание. Процветание. Они более-менее, так сказать, ты должен дать ему, ты будешь так, как и живешь, а он будет хорошо жить. Ну, anyway, и они меня привезли в Сеаттл, и они меня определили в университет северо-западный, Норд-Вест университет. Это в Сеатле известный университет Ассамблей Божий. И они проплатили ту-вишен, по-моему, 15 тысяч долларов. На то время ту-вишен годовой был 15 тысяч долларов. Сейчас дорого, а тогда это очень дорого. О, по-моему, сейчас в этом университете ту-вишен 60 или 70 тысяч. Это в год? Да, это часто. А нужно учиться 3-4 года? Ну, ну, там 4 года, 4,5, по-моему. И я конкретно выбрал уже пастырский факультет. Жил там в кэмпусе с американскими студентами, и там я начал штудировать английский язык. Юрий Михайлович, ну, поправьте меня. Вы, скорее всего, были первым студентом из СССР, которые попали в Христианский университет в Сиэтле. Ко мне подходили, пробовали на ощупь. И правда ли это, что с Советского Союза, это же был Советский Союз. Ну да, всю жизнь были врагами, а тут человек приезжает, оказывается, не такой он неплохой, оказывается, он наш, еще верующий. Я жил, у меня был такой сонапарник мой, Тим такой приятный, которого я на то время практически ничего не понимал. Но за счет того, что это вращение было чисто с американцами, я обклеил свою комнату, обклеил переводами всевозможными. Мне везде висели эти записи. Вы подписывали зеркало, дверь, и он мог с вами потом общаться. Общаться, да. И библейский язык я схватил очень быстро. Библейский язык, первое, что я начал изучать, это английский библейский язык. Я его штудировал день и ночь, день и ночь, день и ночь. Поэтому для меня библейский язык, английский, намного проще, даже чем в обиходе разговорный. То есть вы проповедуете по-английски легко? Ну, не скажу, что легко, но в американских церквах, в последней церкви я был, я проповедовал в течение часа на первом потоке, большая американская церковь. Слава Богу. И попросили меня остаться на второй поток, потому что если бы я плохо говорил, меня бы не правы, и я на втором потоке, час тоже. Поэтому, вот, но что произошло? На то время начала образовываться в Сиатле первая славянская церковь. Первая славянская церковь. И вы там, естественно, как уже человек, который получил духовный американский образование, вы там тоже присутствовали? Не то, чуть-чуть не так. А как? Чуть-чуть не так. Кто-то меня с американцев, который слышал, что есть такая церковь, славянская, приехал за мной, американец, с Ассамблеи Божьей, по-моему, уже покойный, и говорит, я тебе, Юрий, завезу, есть славяне здесь. Я так обрадовался. Наши славяне в Сиатле, он говорит, да. И он завез меня, было уже церковь на Баларде, так называемой. И я окунулся с головой в молодежное служение. С головой окунулся. Вы становитесь служителем, молодежным пастором. Совершенно верно. Я был избран молодежным служителем. Ваша церковь называлась еще тогда Славик Миссионерий Чорч? Первая церковь называлась на Баларде. Это была все украинско-российская славянская церковь, Балард, Балард. Как-то Гаспел Чорч, это базовая церковь старых иммигрантов. Их осталось там человек 12-15, наверное. Как обычно, иммигранты же никому ничего не дают. Но у них здание было. Но у них здание было свое на 140 мест или 150. Небольшое. И мы, так сказать, не мы, это я потом уже вошел в ту среду. А люди начали собираться там, и они предоставили место таким образом. Слушайте, ну это же первая иммиграция. В 89-й год и уже после. Наша церковь, кстати, была недалеко от церкви, где Варонаев в Сиатле был пастырем церкви. Он был пастырем баптистской церкви Варонаев. Это историческая личность. Ну ты еще вдохновляет, что там такое было? Прямо, наверное, полмили от нашей церкви. Где-то полмили от нашей церкви совершенно. Но в то время мы не знали. Затем уже, когда нам здесь уже с годами предоставили, так сказать, биографию Варонаева, тогда мы уже узнали, оказывается, историю. Так близко. Юрий Михайлович, спасибо. Расскажите, как вы встретили вашу супругу Инну, и как вы познакомились? Почему она? И как прошла ваша свадьба, если что-то вспомните? Я, будучи молодежным служителем, уже лидером, проповедовал и на общих собраниях, и тем более на молодежных. И однажды вечером, это было вечернее служение, я помню, я держу проповедь, и краем глаза, говорят, краем глаза заметил, краем левого глаза я заметил сестричку, которая очень внимательно смотрела на нее. Вот десекрет. Из сотен лиц, помнишь стихотворение, из сотен лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить. Вы не помните, молодые братья? Не, не помню, но красивости. И периодически проповедуя, когда ты говоришь слово, ты смотришь в зал. Да, реакцию зала. Я не люблю смотреть в потолок. Есть люди, которые выше лиц смотрят, чтобы... Ты должен видеть реакцию в зал, ты должен иметь коннекшн с залом, ты должен коммуницировать. Насколько это слово достигает слушателя? Конечно, конечно. Потому что, если, к примеру, ты видишь, что от твоего слова засыпают, ты повышаешь голос тогда, чтобы громче говорить, чтобы пробудить людей. Или рассказываешь притчи, и житейские истории люди тоже любят. Да, любят. Ну, и в проповеди я периодически думаю, а я же должен проповедовать. А мой глаз возвращается. А уже мысли об этой сестре? Ну, я не помню, я там молился, отойди от меня, сатана, эти мысли, потому что я же проповедь должен говорить. Ну, вы имели в виду, что дай, Господи, дай мне проповедовать. Да, совершенно. Хорошо. И вот так вы, то есть, увидели на служении, потом подошли, познакомились. Почему она? Чем она вам отличалась от других? Всем. Всем? Всем. И внутренним содержанием, и внешним. Хорошо. И внешним, красивым. Было кому вас там сочитывать? Тогда только приехали еще и постареем. Нет, уже пошли, да. В течение, я думаю, почти года начали приезжать. Начали приезжать. Это была у нас первая славянская свадьба. Первая славянская свадьба в Сиэтле? Совершенно верно. Это, получается, из нашей эмиграции, которые ехали, потому что несколько эмиграций. Да, было на свадьбе человек 400. Ну, первая свадьба. Все хотят увидеть, как это в Америке. И я безмерно благодарен целому ряду моих друзей. Поучаствовавших? Которые... Я был один, и там целая семья, фамилия Стифогла такая семья, была славянная семья. Вот. И отец и мама Василия Павловича, Татьяна Павловна, по сегодняшний день они живы. Они живы, да, им уже под 90-х где-то. Спасибо, им передаем. Огромное спасибо, Василий Павлович. У них спутниковая тарелка находится, они в парадайз живут. Василий Павлович. Под Канадой, да, получается? Под Канадой, да. Периодически мне позванивают. Они, эта семья, полностью сделала свадьбу. Полностью. Я туда особо и не вникал. Такие молодцы, слушайте, послужили вам. Они подняли на 400 человек, и кухня, и все, и все. Знаешь почему? Почему? Потому что мои родители за два дня до свадьбы, по-моему, они прилетели, в Сакраменто прилетели. Ага. И ночью, овернайт, их везли машиной, и они попали утром на свадьбу, папа и мама. Какие чудеса у вас. Свидетельства за свидетельством. И послужили народ, и родители успели. Юрий Михайлович, у вас, перед тем, как вы расскажете о вашей миссионерской поездке из Сиэтла в Магадан, у вас есть шикарное свидетельство. Я когда услышал, мне настолько оно понравилось. Я очень хочу, чтобы вы все-таки его еще раз озвучили, когда в вашу церковь привели этот рейс Аэрофлот, в который прилетели летчики, и когда американцы привели этих российских летчиков к вам в церковь. Вот вспомните этот момент. Расскажите нам, пожалуйста. 11 человек экипажа пришли вам на служение. 11 человек, да, совершенно верно. Расскажите. Однажды я готовился к проповеди, на то время я уже был старшим пастором церкви, я получаю записку. Пастор Юрий или Юра, как мне написали. Вижу ломанный русский язык, вижу ломанный. Я так смотрю, думаю, кто что-то написал. У нас была русскоязычная церковь, потому что основная масса людей была с Коклоярви, переехали из Эстонии, где у них был старшим пастором покойный Адам Семенович Бондарук. И поэтому я помню, в начале, когда мы собирались, структуру церкви регулярно мне говорили братья, а вот Адам Семенович так вот говорил, а Адам Семенович так нас учил. Адам Семенович, образец. Это величина была. Хорошо, хорошо. Поэтому я был в тени Адаму Семеновичу много лет. Малейшее что-то. А вот Адам Семенович Бондарук вот так бы это сделал. Мне кажется, вам было легко, потому что люди уже были научены. Были научены, да. Поэтому просто надо было корректировать. И приходит записка, и вы уже знаете, что они на собрание пришли? Так нет, мне пишут. Значит, пастор Юра, в церкви находится экипаж аэрофлота. Как-то так вот написали. Я думаю, ну какая разница, аэрофлот. А на то время у нас, агена в церкви, практически богослужений, без регулярных покаяний, неверующих людей не было. Армяне, армяне и русские. Во-первых, много армян начало приезжать в церковь. Это произошло бакинские армяне, которые убегали. От войны? От совершенно верно. Там геноцид был армянского народа. В Баку, когда развалился Советский Союз. В 89-й год для них это был тяжелый год для армян. Их Америка начала принимать. И многие из них, прямо их привозили в церковь, и они каялись многими. Практически не было на сегодняшний момент для того, чтобы в наших церквах славянских. Неверующий человек, так сказать, ну это бредкость, по большому счету. Выходим, так сказать, молодежь выходит для молитвы, бабушки, дедушки, для, так сказать, укрепления в теле. А покаяния неверующих практически сейчас нет, к сожалению. Юрий Михайлович, поправьте меня, если я ошибаюсь. В то время, когда приезжали какие-то люди из Советского Союза, и здесь в Америке, кроме достопримечательностей славянской церкви, ничего-то и не было. Ничего не было. Поэтому как было легко, что американцы практически привозили на служение, я помню, из колледжа привозили русских студентов. Тут славянская церковь, у них да не может быть, приходит точно тут церковь. Вот это тоже, наверное, еще сыграло роль. Хорошо, экипаж на служении. И я прочитал, ну думаю, какая разница. Мы уже не то что, ну практически мы привыкли. Да, вы привыкли, что у вас регулярно гости. Что гости и кто-то приходит к Богу во время призыва. И во время призыва я сделал призыв, и выходит, прям выходит экипаж, выходят стюардессы, штурман выходит, второй капитан корабля выходит. Какое чудо от Господа. Совершенно верно. И мы совершили молитву за них. Вот, и я обращаюсь к жене и говорю, мы можем ужин для всей команды у нас в квартире. Мы в Рентоне жили, часть Сеатла, имели большую квартиру. Она говорит, сделаем. И я вечером приглашаю всех. Какая умница. Да. Понимала вас, поддерживала. Да, да, мгновенно. Я говорю, так, ребята, всех вас приглашаю вечером на ужин. Вот, и многочасовые мы имели встречу, я им много рассказывал о Боге. В конце, вот, их было, по-моему, 11 человек у меня. В конце я совершил молитву, благословил их перелет туда-обратно. Я, как сейчас, помню, молился, Господи, пусть у них будет одинаковое количество взлетов и посадок. Потому что взлетов может быть неравное число с посадкой. Вот взлетел и не сел. Я молился, чтобы и взлет, и посадки имели одинаковое количество. Для них это надо было услышать, конечно. И завязалось, я очень сокращаю. Если будет написана моя автобиография, мной. Напишите обязательно. Я более в деталях объясню. И завязали соотношение. Вот, и их, с Магадана, их командир, который имел под собой около 400 летний состав, 400 человек, летного состава. То есть их начальник, у которого 400 летчиков. Не только летчиков, но там полностью, там же и обслуживающие, и летчики, пилоты, и стюардессы, и полностью этот административный. Корпус. Полностью это под его началом. Однажды он прилетел в Сеаттл. Я не знал. Он прилетал к нам в Сеаттл. Периодически начал прилетать. Потому что ему... Они же начали летать периодически, вот, и ему можно было бы сесть и прилететь очень спокойно, как к начальнику. Вот. И мне сообщили, то есть, Юра, какой-то такой представительный мужчина появляется в церкви периодически. И после начала он садится в зал, и перед окончанием он уходит. Вот. Ну, думаю, постоянно гости есть. И вот однажды подошел ко мне. Я окончил служение, подошел ко мне, говорит, с вами можно познакомиться? А я говорю, кто вы? Я, говорит, начальник тех ребят, которые сюда прилетают. Говорит, ну, я, говорю, в ресторан. И мы долго общались. Я взял жену, мы долго с ним общались. Он рассказал, кто он, и прочее, и прочее. Я делаю... Что он вам говорил, извиняюсь? Что вообще? Он говорил, как это так? Или понравилось летчикам, или что-то рассказывал? Ну, первое, что он говорит, говорит, Юрий Михайлович, я, говорит, почему вами заинтересовался? Потому что мои ребята, летчики, приезжают, и я как-то задал им вопрос. Говорю, какие там, чем знаменит Сеатл, достопримечательности Сеатла? Они говорят, там такая церковь и славянская. Говорит, очень уникальная. Как же это приятно слышать. Своебрасная, да. А я, говорит, им задаю вопрос, православная? Говорит, они смотрят друг друга. Да нет, там вроде не крестятся совсем. Может, католическая? Да нет, говорит, там ни икон, ни изображений никаких нет. А что за церковь? Ну, евангельская церковь, и там чисто евангелие проповедуют. И это меня настолько заинтересовало, говорит, что я начал приезжать. Представьте здесь. Гена делает длинную историю короче. Он пришел к Богу. Я молился за Него в нас всех. Слава Господу! И для пятидесятников, скажу сегодня, на день пятидесятницы он первый получил духовное крещение со знамениями иных языков. И я, как сейчас помню, вышла молодежь. У меня мороз. Вышла молодежь для молитвы за крещение Духом Святым. Целая группа молодежи, человек 15-20 вышла на день пятидесятся. И он вышел. Слава Господу! И вот я устрою тебе экзамен. Из трех раз. Угадай. Кто первый заговорил на иных языках? Он. Он. Ну, он был готов, я вам так хочу сказать. Он был готов. То есть ваши беседы, ваши молитвы, это все человек подготовил, а то, что он был готов. И в него были и аппендаун, и взлеты, и свои падения. Ну, как у каждого новообращенного. Новообращенного. Через короткое время я его семью из Магадана забираю в Сеаттл. Они переезжают в Сеаттл по сегодняшний день. И практически с 98-го года они являются финансовыми партнерами по сегодняшний день. Слава Господу! Мои друзья. Телеканал «Импакт»? Телеканал «Импакт», да. Каких людей вы приобрели и для Царства Божия, и для служения Божьего. Я признателен. Потому что вот знакомство с этой семьей, непосредственно с Александром Васильевичем, затем он, это тоже длинная история, в час, я уверен, мы не уложимся. И вот однажды он говорит, Юрий Михайлович, давай такую церковь в Магадане сделаем, как вот здесь у нас в Сеаттле. Я говорю... То есть он был инициатором, чтобы вы еще приехали в Магадан? Конечно, это он инициатор. Это он инициатор. И вы приехали, конечно. Ну, конечно. Я уехал и... Три месяца вы там были? Три месяца. Взял команду наших служителей. Филимманчук. Сиэтла, да, получается? Сиэтла, да, Леня и Сусанна с женой мы. Потом Харитонов покойный, мой друг хороший, ушел к Богу, к сожалению. Они пели, я проповедовал. То есть, к сожалению, вы имеете в виду, он бы еще мог потрудиться? Он, конечно, да. И вы приезжаете на три месяца. Что у вас, какие возможности там были в Магадане? Потрясающие возможности. Расскажите, пожалуйста. Потрясающие возможности. Как я познакомил. Вернее, на меня вышел его близкий друг Александр Васильевич. Он был директором областного телеканала, смотрибельного телеканала в Магаданской области. Вот оно как. Да, да, да. У вас появился доступ к телевидению? Конечно, конечно, непосредственно. И он приехал к нам на квартиру и говорит, я приглашаю вас к себе на телевидение. Валерий Алексеевич такой, Валерий Алексеевич, бывший майор советской армии на то время, а потом возглавил он областной телеканал. Это было очень круто в Магадане. Он говорит, я приглашаю вас на телевидение. А я думаю, видно, знают, что мы американцы, знают, что есть доллары. Спонсоры, финансы. Да, да, да. А в то время это дорогое удовольствие было. Я говорю, я думаю, так нарисовал себе в голове, думаю, ну я спрошу, сколько он хочет за эфирное время. А он так улыбнулся, посмотрел на меня, такой очень выдержанный был мужчина. И говорит, Юрий Михайлович, мне не нужны, говорит, ваши деньги. Мне нужна, говорит, ваша Библия. А ему Александр Васильевич сказал, что, говорит, эти евангельские христиане, они так излагают Библию интересно, говорит, как никто из этих православных и католиков. Слава Богу, такие свидетельства. И коснулось его сердца. Меня это не взяло, что он говорит. Думаю, ну ты говори. Думаю, хочет дать мне ночное время, два или три часа ночи, когда все спят, и заткнуть. А вы имеете в виду не в популярное время дать вам эфир, когда никто не смотрит? Да, да, да. Когда никто не смотрит. Я говорю, а какое время вы даете? А он говорит, а какое вы хотите? И я мгновенно сориентировался. Прайм тайм? Прайм тайм. Я говорю... Самое популярное время, когда все люди у телевизора. Девять часов начиналась программа «Время» и с Москвы. И в 9.30 оканчивалась. Это знаменитая программа Первого канала российского телевизора. И я говорю, сразу после программы «Время» в 9.30 вечера, он говорит, вы имеете. Я думаю... Это такое сверхъестественное все происходит. Я говорю, думаю, третий. Я ищу тебя. Я говорю, как часто? Думаю, может, он раз в месяц мне даст. И два раза в месяц. А я говорю, как часто я могу у вас быть? А он говорит, а сколько вы хотите? Я говорю, ежедневно. Он говорит, вы имеете. О, слушайте, какие свидетельства. Так я упустил важный момент. Пожалуйста. Александр Васильевич, когда мы прилетели, он в клубе, в клубе там, где аэропорт Магаданский, собрал весь летный состав. Летчиков с семьями, технический персонал, административный персонал. Собрал в этом клубе. Было оно человек 300-400. Полностью всех. А они же его знали, как своего начальника. И я впервые проповедовал. Мы сидели на сцене. Он сидел со мной. Это первая моя поездка. Мы втроем полетели. Уже когда я возвратился второй раз, я взял команду, и мы улетели на три месяца. И сидела та женщина, которая привела их в церковь. Американка эта. И вот мы втроем сидим. И я, как сейчас помню, первая проповедь моя для всех этих. Тему помните? Я говорил обращение блудного сына. Обращение блудного сына. Я как сейчас. Доступное, понятно, для них. Да, очень доступное. И в конце я говорю, я хочу молиться за тех, которые искренне хочут служить Богу. Было изложение, там, наверное, минут 40 я говорил. Изложение basic gospel, простой Евангелия, без сложностей, без догматических наших таких сложностей. Ну, понятное для новообращенных. Да. И учитывая, что это люди все с высшим образованием. Да, да. Все с высшим образованием. Это, ну, не кто-то там с деревни. Это люди, которые имеют... Они разбираются, что вы говорите, как вы говорите, как вы передаете. Они это все понимают. Мы общались после этого. Окончилось. Мы общались практически до 3 часов утра. Люди не расходят. До 3 утра. Один... 10.30 вечера, по-моему, закончилось. И подходят ко мне молодые пары. Ну, как молодые. Им под 40. Капитаны корабля... Молодые, молодые. Сори. Ну, да, сори. И вот... Подходят ко мне муж с женой. Он капитан корабля. Он летал на Москву. И на Ил-96. В Магадан, Москва. Он летал. Вот. С женой. И они подходят, говорят, Юрий Михайлович, вы можете нас сочетать христианским браком? Мы сочетывались, как мусульмане, говорит. Где-то у себя в Узбекистане. Вот. То есть, и для меня это был показатель и утверждение того, что мы на верном пути. И слово было достигнуто тоже с слушателями. И потом, кстати, они также... Это семья, кстати. К слову. Они также переехали в Сиаттл. Сегодня проживают в Сиаттле. Слушайте, вас нельзя Сиаттла забирать? У вас там такая группа поддержки и свидетельства. И когда мы улетели, когда мы улетели, я уже знал, что я буду иметь ежедневные программы на областном телевидении, я возьму с собой команду, на три месяца мы улетели, сняли квартиру в центре Магадана и началась проповедь Евангелия ежедневно. То есть, ну, таким образом. Я, как сейчас, помню первые эфиры. До этого ж, это был конец 90-х. Я помню, как сейчас. Студия, свет намного ярче, чем здесь, намного... там аналоговое телевидение, такое мощное, лампы. Вот. Мои друзья все за этим, за кадром. Вы где же не учились? Вот так сели, начали вести? Ну, не вести, это была проповедь. Он, посадили меня, вот везде камеры вокруг меня, яркий свет. Мои стоят за сценой и молятся. Мои друзья, моя жена и с друзьями, они молятся, и я говорю, друзья, молитесь, потому что это ж, прямой эфир. И духовная программа. Первый. И 30 минут. И я должен 30 минут говорить. И я знал, что если я провалю первую программу, директор мне скажет, Юрий Михайлович, ну, так себе. Ну, скажет, ну, не пошло. По рейтингу посмотришь, люди не смотрели. Вот. И я тоже... Очень старались. Очень старался. Первая проповедь моя там была, тоже обращение блудного сына. Обращение. Вот. И я слышу, кричат, мотор, эфир. И я должен... Первых пять минут мне было тяжело. Из-за того, что яркий свет, я не вижу ничего, а я же должен сосредоточиться на теме. И пошло, пошло. И потом оно пошло. Я усматриваю в этом только благодать Господню. Я здесь ни при чем, никакие мои... Вот. И потом в Магадане уже практически начали узнавать меня, нас начали узнавать везде. Конечно. В магазинах. Однажды это был обвал рубля на то время. Очередя были везде. Мы с женой зашли в банк. Очередь. Сотни людей стоят для обмена. Мы так сзади, думаю, ну, часа три-четыре надо минимум стоять, выстоять. Вижу эти клерки сдалека. Так смотрят, смотрят. Потом одна из них исчезла, подходит ко мне, говорит, Юрий Михайлович, вам не надо в очереди стоять. Зайдите со мной в кабинет. А я говорю, откуда вы меня знаете? Ну, знаю, говорит, мы постоянно смотрим ваши проповедя. Говорит, сколько вам обменять долларов? Я говорю, ну, для семьи там. Говорит, вам не надо стоять в очередях. И таким образом они помогают. Господь еще и так за вас заботился, что люди вам сужили. Юрий Михайлович, как же я заслушался, а у меня-то вопросов много. Некоторые, возможно, я успею задать вам. Это как же приятно слышать о Божьей благодати, особенно когда Господь употребляет нас для славы своей, для служения, для миссии. Я так понимаю, что после этой поездки вы принимаете решение, что вы будете в телевизионном служении, правильно? То есть появляется проект «Сила Креста». Когда вы вернулись в Сиэтл, вы начинаете делать эти программы. Как только мы возвратились из Сиэтла, практически с аэропорта, я твердо знал, куда Бог меня помещает. Я настолько знал свое призвание с того момента, прямо с аэропорта. Как только мы приземлились, сошли с трапа, я знал, куда Бог меня призывает. И после этого начались интереснейшие процессы образования студии у нас в Сиэтле. Каким образом мы оборудование получили, оборудование дорогощее было. Это не то, сейчас за 1000 долларов камеру поставил, а на то время камера стоила 25-30 тысяч долларов. Одна камера. Это сверхъестественно происходило. Да, совершенно верно. Кто финансы такие найдет? Совершенно верно. Но телеканал «Импакт». Я помню, 2005 год, июнь, вы приехали в город Сакраменто. Мы приехали в 2004-м. Даже в 2004-м. Мы начали в этой студии, мы начали оборудовать всю эту студию, строить стены, завозить оборудование. То есть практически целый год шла подготовка. Целый год. Бог дал в команду благословенных людей. Юрий Москаленко, мой ближайший друг на сегодняшний момент. Помогает сейчас, да? Вице-президент он является «Импактом». «Импактом». Со мной проживает в Сиатле. Это благословеннейший человек. Он специалист на Майкрософте высокого класса. Он профессионал. И через него Бог это практически его... Я, знаешь, я всегда говорю, я то голова, а есть мозги, есть мозги. В голове есть мозги. Вот мозги. Он был мозгами. Господь дает всех необходимых людей вашу команду. А потом Федор уже Перепчук. Программный директор. С первых дней. С первых дней. Уже... Ну, в следующем году это будет 20 лет. 20 лет. 20 лет, да. Как вы выбираете контент? Вы, смотрите, вы имеете духовное образование и советское, давайте так скажем, и американское, но вы даете возможность проповедовать другим служителям. То есть я всегда удивляюсь, вы же сами можете, но вы даете возможность. Как вы выбираете, как вы, ну не знаю, создаёте эту платформу? По каким критериям? Ну, какие критерии? Во-первых, проповедь должна быть христоцентрична, евангельская проповедь. Потом, во-первых, проповедник, держатель слова, он должен иметь способность от Бога излагать это слово. То есть одно дело, когда в простоте нашего сердца мы в узком кругу излагаем проповедь, мы можем, так сказать, ну, как Бог дал. Мы можем особо, так сказать, ну, не напрягаться в методах изложения, в способности изложения, в мастерстве изложения, в искусстве изложения, потому что небольшая группа людей, вот, и все мы из своих, но, когда мы понимаем, когда я понимаю, что у нас огромная аудитория и люди разного сословия, кто-то смотрит воцерковленный, как мы говорим, кто-то совершенно не воцерковленный, кто-то случайно увидел и остался. Кто-то случайно. После того, как два года назад, да, почти два года назад убрали из Америки все российские телеканалы практически, из... Из кабельного телевидения. Из кабельного телевидения. Вы остались и люди больше смотрят. Нас убрали тоже со всеми, потому что говорят, все российское это... А, потому что на русском языке. Получили с Конгресса, получили установку, что убрать все российское из Америки, из-за агрессии, которая устроила против Украины. Вот. И нас убрали под гребенку всех. И с ужасом мы приходим, нам звонят со всех сторон. Пропал импакт. Вот. Я поднял всех на ноги, вышел на самый высокий уровень. И где-то недели-две мы были без эфира совершенно. Вам пришлось бороться еще из-за этого? Бороться, да. Затем мне лично позвонили, извинились. Я говорю, мы проевангельские направления, мы христианское телевидение. Мы не про путинское, не про российское. Мы... Проповедуем Слово Божие. Слово Божие. И мы против И они извинились и возвратили нас. Так я к чему? Что появился, как мне сообщили на Комкасте, всплеск по отношению к русскоязычному телевидению, потому что все пропало. Все пропало. А у людей это же не все имеют, так как мы с тобой владея технологиями, мы можем на айфоне сегодня смотреть ютюб там и все остальное. Очень многим людям удобно смотреть телевизор. Они находятся перед большими телеэкранами. В своем дому они сидят на Лэйзи Бой. Есть такой, знаешь, что Лэйзи Бой? Это магазин, который продает фурничер. Называется Лэйзи Бой. На своем диване это Лэйзи Бой. Кстати, есть людей в зависимости, они все покупают, все по телевизору продают. Юрий Михайлович, я вот признаюсь вам, был ведущий свадьб в 18 штатах. Окей. Во всех штатах ко мне приходят люди и я иногда бываю у вас в программах, передая своему начальнику, брату Юрию Чернецкому, что мы смотрим «Импакт». Это так приятно, когда куда ты не приезжаешь, люди свидетельствуют, что они смотрят. Я хочу искренне и от себя, и от тех людей, которым вы даете возможность реализовать себя на этом канале, потому что это платформа для проповеди. Здесь платформа, мы говорим о творчестве, сколько творческих людей, сколько тысяч проповедников было за это время, за эти 20 лет на телеканале «Импакт». Поэтому от всех нас искренно большая благодарность. Имея сколько образований, вы могли сами свободно справляться, но вы даете другим. Вы постоянно приглашаете гостей, вы даете возможность проповедовать. Искренно благодарность от всех нас. Я хочу спросить еще пару вопросов. Что для вас является телеканал «Импакт» лично? Во-первых, ты верно подметил, это платформа. И наша концепция, я об этом говорил последние, наверное, года, я об этом не говорю, это мы не замещаем работу церкви, мы не вытесняем работу церкви, мы усиливаем и дополняем работу церкви. То есть, даем возможность с этой платформы, используя, как мы говорим, современные технологии, мы достигаем Евангелия Иисуса Христа. Есть в Откровении Иоанна Богослова, есть место, когда он видел летящего ангела по небу, который держал в руке вечной Евангелии. Вот этим ангелом является спутниковая телевидность. это ангел в переводе с греческого это посланник. И вот запустили туда спутники и это то, что мы делаем. Это вечное Евангелие проповедуется круглосуточно. Можно я вас попрошу для наших телезрителям рассказать охват телеканала «Импакт»? Насколько я понимаю, Камкест имеет 40 миллионов американских граждан, 40 миллионов домов имеют доступ Камкесту, а значит один из каналов там есть «Импакт». Значит, 40 миллионов это кабельного телевидения. Камкест имеет 90 миллионов не человека, а хаусхолд, если ты знаешь хаусхолд. Хаусхолд, хорошо. Я знаю, что хаусхолд это дома. В каждом доме 2, 3, 4 человека в зависимости, потому что поэтому охват очень большой. А спутники? А спутники? Ну, спутник имеет который мы на котором мы находимся, это континент, он имеет 11 миллионов хаусхолд. 11? 11 миллионов. То есть установлена наша статистика 20-летней давности. То есть это было 20, когда мы выходили на этот спутник, статистику, которую нам предоставили держатели спутниковых систем, что 11 миллионов тарелок установлено. Это вот когда вы проезжаете по городам здесь, или в Канаде, или в Мексике, или в Америке, вы видите везде установлены тарелки. Вот это называется спутниковое телевидение. То есть охват огромный. Слава Господу. Юрий Михайлович, наше время закончилось. спутниковое телевидение. Слава Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok